Всем привет дорогие друзья, с вами Дуни и сегодня мы играем в GTA 5 реальная жизнь. Друзья, какой же сегодня прекрасный день, солнышко, светит небо голубое, а у нас в гараже стоит Ferrari F40, друзья, да, это Ferrari F40, не BMW наша, а Ferrari F40. Наша Бэха пока стоит в гараже, я решил пока ее поставить в гаражик, а мы сегодня будем кататься на нашей новой Ferrari, напомню, что мы ее забрали у Стивена, мы грохнули наконец-то Стивена и забрали у него дофига денег, тачку мы его забрали, к сожалению, а, еще у меня там было дофига эскалайдов, тоже я их забрал, но пока я проставил их у себя на бизнесах, да, чтобы там балосы на них могли кататься спокойно, но я думаю, что в будущем я заберу себе один эскалайд, чтобы у меня был такой хороший внезорожничек, да. В общем, друзья, после того, как мы с Джонни попилили те деньги, которые мы забрали у Стивена, да, после того, как мы заплатили балосам за то, что они последние несколько серий нам хорошо так помогали, у меня получилось сейчас на руках 8,5 миллионов долларов, плюс еще у нас Ferrari, как бы, тоже где-то за миллион, я не знаю, сколько она стоит. Это означает, что прямо сейчас я еду заправляюсь, а потом, друзья, я еду выбираю себе новый особняк, где-нибудь на Вайнвуде, я не знаю, где-нибудь прям офигенный, большой, роскошный особняк. Я думаю, что сегодня нас ждет очень сложный выбор, потому что выбрать себе вилу, там, или особняк на Вайнвуде не так, что и просто, друзья. Что ж, будем сегодня выбирать. Ferrari, конечно, втапливает, офигеть, как просто. Я к таким машинам пока еще не привык, но я думаю, что я привыкну. Так, сейчас будем заправляться. Я думаю, что наша Ferrari будет сейчас дофига бизина жрать, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так, заправляем, заправляем. Но, в принципе, здесь бак не очень большой, так, дверь закрываем, а то что-то мы совсем уж... Но очень быстрый расход у нее, знаете, очень большой расход. Так, продавец-то здесь? Продавец. Опять продавца, нет, да вы что, серьезно? Алло, продавец? Не, ну, знаешь, конечно же, я не против тебе не платить, но просто у меня 8 миллионов долларов, и я, как бы, знаешь, не обеднею. Ну, ладно, как знаешь, чувак, как знаешь, не буду тебе платить сегодня. Блин, какая же она четкая со стороны, а? Да, друзья, не знаю, мне очень нравится. Так, ну что, поехали сейчас к риэлтору. Сейчас будем выбирать себе новый дом. Так, заводим нашу Ferrari. И погнали. Мне кажется, что такие Ferrari в городе, ну, штуки 2-3, наверное. И у меня одна из них, самое главное. Так, давай, мотик, вали отсюда. Просто втапливаем и гоним. Вау! Вау! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не разбиться, не разбиться. Да, друзья. Я до сих пор не могу поверить своим глазам все, что я вижу. Особенно такие большие деньги. Но самое главное, что пока я эти деньги храню все еще в гараже у себя, да? Поэтому... Чувак, ты что, офигел, что ли? Вообще офигевший. Я думаю, что в скором времени, когда я куплю себе особняк, я с Джонни буду эти деньги перевозить с себя домой. В новый дом, да? В новую виллу, в новый особняк. Вот, как-нибудь там с охраной, что мы такое придумаем. Вот. Но пока они в гараже, реально, просто прикиньте, 8 миллионов долларов. Ну, нет, вру, не 8. Около 5 сейчас хранится в гараже. Остальные сейчас у меня как бы с собой, чтобы я мог купить себе дом. Я уж планирую, что он не будет стоить больше, там, 5 миллионов долларов. Ну, как-то за дом платить больше 5 миллионов. Учитывая то, что у меня еще куча других расходов, да? Которые я хочу совершить. Ну, как-то мне кажется, немножко глупо. Так, ну что? Вообще-то не гоже стоять на Феррари в пробке. Алло. Давай, 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 давай. Поехали, поехали, поехали. Вот так вот делается. Вот так это делается. Вот это я понимаю. Так, нам бы сейчас креолтеру вот туда попасть. Сейчас, ребятки, будем с третьей полосы поворачивать направо. Будем сейчас все нарушать. Все, что только можно, будем сейчас нарушать. Поехали, 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 поехали. А мы нормально так выехали четко. Так, приехали к креолтеру, паркуем нашу Феррари. Вот так вот, ставим на сигналочку. Самое главное поставить ее на сигналочку, потому что нафиг угонят же. Так. Блин, какая же она бомбезнейшая. Так, перебегаем дорогу и пойдемте к креолтеру. Что ж, надеюсь, что сейчас креолтер предложит мне по-настоящему достойный домик. Так, заходим к креолтеру. Так, заходим внутрь. Выбирать мы будем, конечно же, высокий класс, самый высший класс. Так, ну что, смотрим, смотрим, что у них здесь есть. Так, какое-то домишко. 800 тысяч долларов? Ну вы что, серьезно? Где это вообще находится? Не, это не для миллионера домик. Давай смотреть дальше. Так. Где-то прямо здесь же, да. Ну мне тоже стоит столько же, поэтому я не хочу такой домик. Хочу прямо, чтобы вот домик был из домика. Во, это я понимаю, 2 миллиона долларов. Где-то он находится прямо вот около Вайна. Да, что оно здесь вокруг? А, здесь какая-то стройка. Не, ну около стройки я вообще не хочу. Слушайте, домик такой прикольненький. И гараж такой есть. Но вот то, что он находится около стройки, не, я такой не хочу. Давайте следующий посмотрим. Так, а вот это мне уже нравится. 2,5 миллиона долларов, да. Такой домик, прям вот, прям домик всем домиком, домик, да. Находится. Ну да, в принципе вот, ванна впереди, да, я так вижу. Давайте пока его запомним. Здесь такой въезд, заборчик, все окей. Там видимо бассейн на заднем дворике, да, есть. Смотрим дальше, что есть. Так, здесь у нас какой-то такой уже тоже домик, но подальше от Вайнвода находится. И какой-то он такой, ну, своеобразнейший, я бы сказал. Давайте посмотрим еще, что есть. Ребятки, я так понял, что есть такая тенденция, чем ближе к Вайнводу, тем дороже дома стоят. Смотрите, просто какой-то домик непонятный стоит на сваях 2 миллиона долларов. Здесь даже парковки нет, там сразу же вон дорога идет. Реально, офигеть. Ну, как-то странно, я бы сказал. Ну, хотя, ну да, по сути, типа, элитный райончик, да. Тоже, по идее, Вайнвод, какой-то вот дом, какой-то одноэтажный. Два с половиной... Два миллиона шестьсот. Два миллиона шестьсот. Вы что, серьезно? Офигеть. То есть, как бы это странно, да. Это... Чего? Пять? Пять шестьсот! Пять шестьсот! Не, ну, в принципе, здесь, да, здесь есть за что. Здесь двухэтажный дом такой, бассейн. Но здесь также нет гаража никакого такого большого, да. Ну, как-то несерьезно. Ну, то есть, смотрите, да, ребятки, вот стоит домик такой. В принципе, тоже двухэтажный. Тут какой-то бассейн есть, гараж прямо в доме, да. Миллион шестьсот. Ну, как бы он находится далеко от Вайнвода, и поэтому он стоит миллион шестьсот, да. В общем, друзья, я решил купить себе такой вот домик. Он находится, в принципе, очень близко к Вайнводу и стоит всего-навсего. У нас миллион триста, да. Вот здесь есть такой бассейн, правда, там, смотри, воды нет. Но я думаю, что с водой мы что-нибудь придумаем потом. Очень большой участок, в принципе, двухэтажный дом. И там очень большая стоянка. Ну, что ж, я от тебя выбираю, домишко. Так, choose this house, да. Нажимаем. Так, давайте посмотрим. Ага, вот у нас апартаменты, прикольные апартаменты. Но, к сожалению, ребятки, виды из окна у нас выходят. Ну, ребятки, так работает скрипт. Выбирают почему-то у нас апартаменты из, наверное, Мейсбанка, я не знаю. Ну, просто, ребятки, здесь, сами видите, да, здесь как бы вид выходит не из нашего дома, а вот из какого-то крутого другого особняка. Но, в принципе, нам это не мешает выбрать этот домик, да. Так, купить за миллион триста. Да, ребятки, покупаю. Всё, ребятки, я потратил миллион триста на охренительный домик. Фух, меня всего трясёт. Так, выходим. И поехали к нашему домику. Я решил наш прошлый дом не продавать. Сейчас я подумал, что я его оставлю, но пускай будет, знаете, там, типа, убежище, чтобы вот, если вдруг что-нибудь случится, да, чтобы у меня был ещё один домик. Так, можно выезжать, да? Можно. И поехали. Ехать, в принципе, здесь очень близко. Погнали, 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 погнали. Вау, бочком, бочком. У-ху, круто. Потом туда перевезем нашу Бэшку. Перевезём что-нибудь ещё. Купим какую-нибудь ещё тачку там, не знаю. Типа, какой-нибудь недорожник можно будет себе купить, не знаю. Какой-нибудь там хотя бы ровер. Или, вон, впереди такой вот ровер себе купить, например, да? Такой вот заниженный, прикольный ровер, да? Так, ага. Мы, в принципе, едем правильно. Здесь такое гольф-поле. Можно будет в гольф поиграть потом. А вот и наш дом, друзья. Вот наши ворота, так. Они сами нам открываются, отлично. Так, здесь пока какие-то люди ещё стоят, но я думаю, это временно. Паркуем нашу Феррари, ставим на... Хотя, думаю, что на сигналку можно её не ставить, но я её всё-таки поставлю на сигналку. Так. Ну, давайте посмотрим, что здесь, к чему вообще. Ну, я смотрю, здесь реально очень большой участок. Двухэтажный дом у нас здесь, да? А здесь что-то тоже, типа, место для машины или что здесь такое, не понимаю? Здесь что? А, здесь просто можно подняться на... Видимо, наверх, да? На террасу. Блин, ребятки, офигенно. Здесь какой-то... Чё-то такой какой-то монумент какой-то непонятный, да, здесь стоит у нас. Так. Блин, просто огромнейший участок. Блин, какие-то люди стоят. Чё-то вы ещё здесь, типа, это не знаете, что я купил дом, да? Ну, я думаю, что они пока просто не знают, что я купил дом, но я думаю, они в скором времени отсюда уйдут. Здесь нам воды не хватает, нужно будет купить воды, залить сюда воду. Так, что у нас здесь ещё лежат? Лежат, здесь, видимо, джакузи, да, у нас. Будет, видимо, джакузи у нас здесь. Так. Здравствуйте, маддемазель. Это мой дом. Это мой дом, да, уже. Теперь можете спокойно отсюда уходить. Так. Какие-то мужики. Чё, типа, камин или что это такое? Это, типа, а, да, видимо, что-то можно готовить, да? Прикольно. Так, здесь у нас барбекюшница. Тоже прикольно. Давайте сходим на второй этаж, посмотрим, что у нас здесь. Такой большой-большой, блядь, ребятки, очень большой дом. Просто участок здоровенный просто. Соседи здесь такие. Так, здесь ничего больше нет у нас. А где у нас вход? Вход, видимо, у нас на первом этаже, да. Ну, давайте сходим вообще внутрь здания, посмотрим, что у нас внутри дома самого. Ребятки, реально очень большой. Просто очень большой дом. Ещё прикольно, что ворота здесь двух сторон, то есть можно с любой стороны выезжать. Так, наши Феррари. А теперь давайте сходим внутрь нашего здания. Так. Ну что, пойдёмте сходим? Так, зашли. Вау, как же здесь круто. Что у нас здесь? В этой комнате. Так, а здесь я могу записывать свои летсплеи, да. Свой влог здесь записывать. Вау, друзья, здесь я буду хранить всё своё оружие. Всё своё оружие, всё своё амуницу. Блин, как же это круто. Так. Ноутбук, компы здесь стоят. Не знаю, что это за комп, правда. Так. Что у нас здесь? Каминчик. Телевизор. Как я люблю большой-большой телевизор. Здесь мы можем с друзьями в PlayStation рубануть. Или в Xbox. Что мы такое, да. Так, ну, друзья, как я уже говорил, да, к сожалению, окна выходят, ну, как бы, не из того здания, да. То есть, видимо, из Мейсбанка, хотя нет, вот стоит Мейсбанк-то впереди, видимо, из какого-то другого просто здания, как бы, сделан вид, но, друзья, не будем на это внимание обращать. Будем радоваться такой большой квартире, офигеть. Просто. Так, здесь, видимо, можно сока выпить, да, винишко можно выпить. Но я это не пьющий, поэтому... Так, спускаемся вниз. Что у нас здесь? Ага, моя спальня. Вот это я понимаю спальню. Вот это я, блин, понимаю спальню. Так, здесь у нас что? Здесь у нас, понятно, здесь, видимо, ванная, душ, да, все понятно. Вот какой я красивый. Надо будет приодеться, кстати говоря. Надо будет купить себе какой-нибудь пиджачок, какой-нибудь костюмчик, да. Что может быть такое? Так, здесь наш гардероб. Пока одежда не моя, к сожалению, но это временно. Так, идем дальше. Что у нас еще здесь есть? По идее, все, да, то есть у нас всего два этажа. Ну, в принципе, понятно, здесь там всего реально было два этажа, то есть идти больше некуда. Можно из Бонга затянуться, да. Друзья, я скажу вам, что это просто охренительный дом за полтора миллиона. Входим на улицу. Так, друзья, ну я думаю, что я, наверное, в ближайшей серии сюда перевезу свою бэшку. Все свои деньги перевезу, которые остались в гараже, да. Так, ну надо будет закупаться новыми тачками. Не знаю, люди, в принципе, как мне сказали, они здесь работают. То есть здесь есть садовники, есть те, кто работает на гриле, то есть люди, которые готовят там, ну всякие там ужины прикольные, да. То есть я думаю, что я их себе оставлю, но не всех, то есть как-то очень много людей. Очень-очень много людей. Здесь много девушек, кстати говоря, да. Но я думаю, что я их отсюда просто потом выгоню и все. Я пока не знаю, почему они здесь, но я, честно говоря, сейчас не до этого не хочу этим заниматься. Давайте, я так подумал, сейчас поедем немножко переоденемся, купим себе новый костюмчик, да. Такой прям солиднейший костюмчик. Так, выезжаем. Выезжаем из нашего охренительнейшего дома просто. Так. Я знаю, здесь находится самый-самый дорогой магазин. Самый-самый дорогой магазин одежды. Сейчас туда, ребятки, и поедем. Так. Вау, блин, я до сих пор балдею просто. Можно будет кому-нибудь еще суперкар себе купить. Но такой не особо дорогой, потому что осталось у нас, по идее, сейчас около 7 миллионов. А расходы еще довольно-таки большие у нас будут. Так, проезжаем. Ребятки, мы гоняем просто на красный. Я думаю, что сейчас немножко я привыкну, да, к нашей тачке. Привыкну, что я такой, типа, стал богатый. И я немножко успокоюсь. Не буду так сильно хулиганить. А то штрафы, ребятки, штрафы, сами понимаете. Еще пока этой Феррари на меня не оформлено. Я с Джонни поговорю, и он, как бы, там поможет мне оформить на меня эту тачку. Потому что, если меня сейчас стопорнут, Депоса, да, попросят у меня какие-нибудь документы, то я, ребятки, ничего не смогу сделать. Просто у меня ничего нет. Я хочу купить себе такую Ауди. Впереди едет Ауди. Я думаю, себе я такую куплю Ауди. Ибо такую, по идее, это А5. Может быть, куплю себе какую-нибудь Тереску. Блин, сколько всего я хочу, друзья. Загал, чтобы хватило денег. Так, ну, стоим на красной, как это непривычно. Да, вот, все. Загрылся зеленый, можно ехать. Так, все разбежались. Едет Феррари за миллион долларов. Ну, мы уже почти подъехали. И вот, видимо, где-то здесь, да, тут магазин. Да, вот тот самый магазин. Отлично, паркуемся. Ставим сигналочку. И пойдемте, друзья. Так, закроем дверь. И пойдемте купим себе офигеннейший костюмчик. Здравствуйте. Покажите ваши самые дорогие костюмы. Хочу самый-самый дорогой костюм. Так. Смотрим. А, спортивная одежда. Нет, мне спортивная одежда не нужна. Мне нужен какой-нибудь костюмчик. Прямо, чтобы был костюм из костюмов. Так. Черный. Ну, друзья. Потому что здесь черный офигенный, конечно. Прикольный костюм, да. Такой розовый. Этот, блин, называется стиль Стивена, да. То есть у Стивена была такая розовая рубашка. Давайте мы купим, блин, белый. Не знаю, какой купить-то костюм. Какой бы купить костюм. 5 тысяч долларов стоит черный костюм. Давайте купим черный, а потом, может быть, какой-нибудь другой еще. Купим костюм себе. Пока покупаем черный, а там уже посмотрим. Выходим, друзья. Выходим. Прикупились. Отлично. Просто. Давайте на себя посмотрим со стороны. Так. Включаем, значит, фотик. Так. Смотрим. Ну, друзья, просто. Прикольно. Прикольно. Ну, я думаю, что уже можно потихоньку ехать домой, да. Всем остальным мы займемся уже завтра. А, уже довольно-таки у нас вечереет. Мне нужно еще там, ну, сами понимаете, у нас новый дом. Нужно немножко там все обустроить, чтобы я мог там спокойно сегодня спать. Так, погнали. Погнали, погнали. Так. Мерс. Отлично. Проехали. Блин, ребятки, втапливает. Офигеть, как круто. Я до сих пор удивляюсь, но у нас Феррари. У нас Феррари. У нас там не Бэшка какая-нибудь. У нас, конечно же, есть Бэшка, но как бы другой уровень, сами понимаете. Паркуемся. Ставим нашу Феррари прямо вот так вот. Ставим на сигналочку. Так. И пойдемте, пойдемте, ребятки. Так, дверь закрываем. Что-то теперь плохо закрывается. И пойдемте мы домой, друзья. Уже вечереет. Я думаю, что самое время нам отдохнуть. Ну что, ребятки. Это, конечно, не получилась серия. Надеюсь, она вам понравилась. Так же, как и мне. Потому что, друзья, у нас новый дом, новая тачка, новая одежда, новая жизнь. В общем, друзья, напомню. Мы сегодня купили себе новый дом. Мы сегодня обкатали нашу Феррари. Ну, конечно же, еще не полностью. Мы ее, конечно же, еще посильнее обкатаем, друзья. Мы себе купили новый костюмчик. Такой черный офигенный костюм. Потом, может быть, еще что мы себе купим. Ну, в общем, ребятки. У нас сейчас большие возможности. И я думаю, мы будем ими пользоваться. Но самое главное в ближайшей серии заняться нашим бизнесом. Потому что у нас сейчас картель и лаборатория. Самое главное, чтобы они хорошо функционировали. А для этого, ребятки, нужен контроль. Ставьте лайк, если вам эта серия понравилась. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.